В областном центре состоялось очередное заседание Городской думы. Среди прочего, депутаты поддержали предложенные кандидатуры для внесения в Золотую книгу Твери. Кроме того, на заседании утвердили положение о порядке и условиях продажи определенной категории муниципальных жилых помещений. В ходе рассмотрения одного из вопросов депутаты одобрили все три кандидатуры, рекомендованные Советом в Золотой книге при Общественной палате Твери. В этом году на странице фолианта будут занесены имена генерал-фельмаршала Иосифа Гурко, изобретателя первого в мире полупроводникового радиоприемника Олега Лосева и первого отечественного олимпийского чемпиона по велоспорту Виктора Капитонова. Это ежегодно у нас традиция. Мы включаем фамилии людей, которые внесли вклад или были как-то тесно связаны с Тверью. Это посвященное и приуроченное к 4 ноября, дню единства. Далее народные избранники поддержали положение о порядке и условиях продажи помещений муниципального жилищного фонда. В основном это комнаты и квартиры, не отвечающие требованиям законодательства для проживания. Например, с частичным благоустройством или слишком маленькой площади. А между тем наличие их на балансе муниципалитета приводило к ненужным расходам из городской казны. Давно уже обращаются и к нам, и в администрацию, чтобы дать возможность выкупить эти комнаты, чтобы они их привели в достойное состояние и проживали в них. Поэтому сегодня на заседании Думы рассмотрели этот вопрос, чтобы имелось в соответствии с федеральным законом, чтобы имелась возможность у городской администрации реализовать эти квартиры. Эти помещения будут продавать на аукционах. В ходе лотов могут быть выставлены лишь жилые объекты муниципального фонда, которые освобождены от прав третьих лиц и не могут быть предоставлены гражданам, нуждающимся в жилье, по договорам социального найма. Также на прошедшем заседании депутаты согласовали передачу из городской собственности двух детских садов в Заволжском районе, ранее принадлежавших Минобороны. На безвозмездной основе их получит региональный центр образования Тургинова с последующей передачей в госсобственность Тверской области.